Привет, ребята и девчата! Канал Дядя Слава. Я, как всегда, Славка, а вы мои любимые подписчики. На ваших экранах игра по желанию одного из подписчиков, который указал в комментарии эту игру, Фрэн Боу. Кстати, давай кулачок-пятачок сюда. Всем привет-привет! У меня на дворе пе... Ой, пятница, говорю. У меня на дворе суббота, значит, я сегодня записываю несколько видосиков подряд, сразу на недельку вперед, чтобы потом после работы приходить и наслаждаться жизнью, отдыхать, так сказать. Но иногда я ленюсь по выходным и приходится после работы вечерами допиливать видосики. Вот, например, вчера, в пятницу, по-моему, не было видосика, насколько я помню. Ладно, давайте сразу настройки. Настройки русские. Какое окно? На весь экран. Полная синхронизация. Новая игра. Окей. Все хорошо. Такая музыка веселая. Я словно на небесах. Я вижу родителей. Они радуются. Они приготовили мне подарок. Интересно. Это кот. Какой миленький. Черный, как ночь. Это мистер полночь. Мой лучший друг. Единственный друг. Единственный друг. Мы ужинаем. Я вижу тетю Грейс. Мне она очень нравится. Сегодня пятница. Родители уезжают. Тетя Грейс хорошо ко мне относится. А кот молоко вонлакает. Нам так весело вместе. Вечер понедельника. Я играю с мистером полночь. Родители в пятницу уехали. Но мне почему-то тревожно. У меня за окном странное существо. Мне оно не нравится. Она меня пугает. Вдруг я слышу шум. Это мама. Она кричит. Я хочу узнать, что случилось. Из двери в комнату родителей бьет яркий свет. Я подхожу ближе. Ближе. Мама? Папа? Нет. Пожалуйста. Мамочка? Папочка? Бать игрушка какая. Бать жесть. Куда он побежал-то? Не, я тоже убежал бы, если увидел нож всех разрезанных родителей. Но мне кажется, у них глины. Родители же уехали. Вот она упала, да? Подскользнулась. Кот ее охраняет. Что-то увидел или что? Что он? Френ, пожалуйста, слушай мой голос. На счет три ты проснешься. Один. Два. Ага, психолог. Три. Не буду просыпаться. Это мне надо нажать кнопку, да? Что у меня у меня такая вот мышка, как часы? Френ, как ты себя чувствуешь? Я в порядке, наверное. Нормально, наверное. Просто грустно видеть одно и то же. Грусть абсолютно нормальное чувство. Она есть у каждого. Ну, хочу домой. Я хочу домой. Ты не можешь пойти домой, Френ. Тебе нужно поправиться. Мне нужен мой кот. Мне надо выбраться отсюда. Мне нужен мой котик. Твой кот пропал. Боюсь его уже не вернуть. Но у меня кое-что для тебя есть, Френ. Что такое? Видишь стол? Там небольшая посылка для тебя. Она от тети Грейса. Возьми. А, я могу идти, да? Ходить? А можно я убегу отсюда? Меня музыка пугает. Это кошелек какой-то. Это сумочка моей мамы. Ну, зачем вы ей напоминаете о маме, если она там... Если она реально умирает, если не ее глюнет. Открой ее. Там внутри кое-что есть. Там письмо. Использовать предмет... Письмо тети Грейс с предметом. Изучить. Дорогая Френ, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь ее у себя. Когда я размышлял о тебе, я вспомнил, что тебе нравится изучать предметы. И объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в нее все то, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность – это величайший твой дар. С любовью, тетя Грейс. Она беспокоится за тебя. А за кого я беспокоюсь? За тетю Грейс? Тетя Грейс, да, спросим. Тетя Грейс? Вот еще одна причина, почему вы должны меня отпустить. Что ж, за нее не волнуйся. Она в порядке. Можно я пойду? В палату. Да, можешь идти. Но сначала прими новое лекарство. Какое лекарство? Она называется Дуатин. Она снимет стресс и напряжение. Сестра, мы готовы. Что-нибудь новое, доктор Дин? Ничего. Те же видения, что и раньше. Что ж, ясно. Вот, френд, твое лекарство. Ну, давай. Надо, так надо. Что ж теперь делать? Мне нехорошо. Что ж я записал? Ёпта. А, нет. Отнесите ее в палату. И, сестра, больше не давайте ей это лекарство. А раньше нельзя было сообразить? Может, у меня от этого лекарства глюки идут? Мне кажется... Берегись, френд Боу. Я просто не знаю, кто это говорит и как озвучивать. Если покинешь сумасшедший дом, Я тебя найду. Поймаю. И верну обратно в безумие. Рен, проснись, мяу-мяу. Лекарство поможет тебе сбежать, мяу-мяу-мяу. Ладно, не буду. Буду ждать тебя в лесу. Люблю тебя. Ну все, я не глюну, реально пошли. Дай чайку глотну. Глава первая. Чистый разум. Чай очень вкусный. Ну я сплю, да? Я все еще здесь. Это она думает про себя. Отвратительное место. Согласен. Надо выбираться отсюда. Вообще, в принципе, лучше не выйти. Значит, я за сумасшедшую подумаю. Закрыто. Хороший повод полюбопытствовать. Ай, че за херня? Ой, красивая мелодия. Да? Ай, че за клоун? Я доберусь до твоего носа. Доберусь. Да? Ты веселый клоун? Сможешь меня размешить? Я уже давно не смеялась. Брэн Боу Даггенхарт. Возраст 10 лет. Женский пол. История болезни. Пациент была найдена недалеко от психиатрической клиники Освальда с признаками психоза. Семейная трагедия Боун Даггенхарт. Детали избегают. Лечение. Доктор Массельдерн использовал различные лекарства, но отменил их прием из-за побочных эффектов. Психо? Чего? Я точно не такая. Побочные эффекты? Это которые с одного бока действуют? Ох, вот бы узнать, кто меня сюда привез. Ну все, дальше повторяется. Не хочу, я только проснулась. А там что написано? Маленькие, красивые, вы прячетесь от меня. Я ненавижу монстра. Я должна найти мра. Полночь, мне нужно найти его сейчас. Я скучаю по котику. Он прячется, потому что боится. Он сказал, что лекарства покажет мне, где он. Ох, милый, я так по тебе скучаю. Я тебя найду, мистер Полночь, обещаю. Не бойся, мой котеночек, все будет хорошо. Ну, пошли. Как выйти-то? Что за шторкой? Ой, ничего себе, что-то упало. Полезный крючочек, пригодится в пиратов поиграть. Давай изучим. Золотой крючок выпал со шторы. А его можно использовать. А, когда что-то не работает, я злюсь. Тут нужен крюч. А крес зачем? Надеюсь, это мне во сне на голову не упадет. Давай его крючком подцепим. Можно? Иногда вещи просто не работают. Ай-яй-яй, тихо, уходим, уходим, это врач. О, еще один ребенок. О, секретная шкатулка. Ш-ш-ш-ш, взяла, украл шкатулку пацана. А медведя можно спиздить? Надеюсь, кто-нибудь тебя любит. У меня раньше тоже было синее платье. Привет, Фил. Привет. Ты как? Все говорят, что я болен. Они просто глупые. Они всегда так говорят. Уйдешь сегодня вечером? Уйду, если поможешь. Я знаю только одно. Ключ в кабинет. Там внутри ключ? В кабинете? Я видел, как доктор писал секретный код. Секретный код? Чтобы открыть желтую дверь? Он не хочет, чтобы я тебе говорил. Кто? Он. Надо пойти посмотреть, кто. Все двери закрыты. Ты заложница моих игр. И никто не поможет тебе сбежать. Оставь меня в покое. Я тебя ненавижу. Ну, это реально психоделика какая-то. Мамочка, папочка, как же вы мне сейчас нужны? Нет, этот чудовище меня не остановит. Филмор Браунстон. Восемь лет. Пациент прибыл в психиатрическую клинику Освальда вместе с своей матерью. Рэйчел Браунстон. У мальчика развилось параноидальное поведение. Паранойя еще не диагностирована. Ежедневная терапия у доктора Марселя Дирна. Мы еще не добились доверия пациента. Он отказывается отвечать на вопросы. Ох, бедный Фил. Я понимаю, почему ты им не доверяешь. Ну, конечно, такой, говорит Фил. Ой, доктор такой. О, мистер Деревянный Конь, как у вас дела? Если я сяду, все равно потом придется вставать. Так какой в этом смысл? Ну, конечно, закрыто. Это что такое? Мои ноги в полном порядке. От бабушки мы не избавимся. Да нельзя открывать. Можно? Пустая бутылка, пустые стаканы. Ничего интересного. Полотенце. Полотенце? Мне не нужны полотенца. А это что, нельзя открывать? Ну, там улица. Эх, почти ничего не разглядеть. Это детская площадка? Может, ты уже пытался прыгнуть из этого окна? Эх, почти ничего не разглядеть. А тут уже видно. О, детская площадка. Спокойной ночи, деревья и луна. Эх, люблю качели. У меня от них голова кружится. Уверена, детская площадка не лучший вариант для побега. Что, можно ее еще сделать? О, интересно, что она пишет. Наверное, медсестра не разрешит мне ничего трогать. Я знаю, медсестры всегда держат лекарство. Только где? О, Фрэн, ты проснулась. Хорошо. Да. Не буду я с ними отвечать. А теперь иди. Я работаю. Я кое-что сделала. Тетя, медсестра, я кое-что сделала. Видишь? Ох, иди, неприятности. Что еще? Я сломала штору. Я хотела посмотреть в окно и случайно сломала штору. Ну-ну, случайно. Ты сломала, а мы чиним. Идем. Ну, ты иди, а я приду. Мне интересно, да. Но медсестра еще в кабинете. Она разозлится, если я буду что-то трогать. Лучше с ней поговорить. А что, нельзя что без нее? Ну, пойдем за медсестрой, ладно. Чего-то не хватает. Ты не видел крючка от шторы? Какой крючок? Так, придется его чем-нибудь заменить. Ты маленькая девчонка. И ушла, да, может, перед стол взять? О, думаю, лекарства хранятся здесь. Но тут заперто. Вот хайдер, подсмотреть, по-моему, да? Хуя себе. Нет, ужас. Зачем он медсестре? Она хочет нас всех убить? Оставлю, как было. Мне очень нужно выбраться отсюда. Ну, закроет. Нельзя закрыть? О, захвачу пластырь. Вдруг кровь пойдет? Правильно. Глэдис Хана. Пациент Фрэн Боу Даггерхард. Это я, что да, я? Пациент почти все время спит. Она прерывается только, чтобы попить. Я не думаю, что она это помнит. Выпив воды, она снова засыпает. Уже три дня она ни с кем не общалась. Какой почерк у нее ужасный. Насколько, думаю, приходили и спрашивали. Несколько детей приходили и спрашивали о том, когда она пойдет с ними поиграть. Диотин. 8 аж обведены. Ахиде. Это 8, 9, 4, 5. Хайт. 8, 9, 4, 5. Тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка, полностью изменив его привычную жизнь. Например, дети после травмы могут страдать в легкой или тяжелой степени от нехватки таких умений, как доверять окружающим людям, считать мир безопасным местом, принимать решения и т.д. Из-за этих последствий некоторые травмы могут произвести к ряду симптомов серьезного психологического заболевания. Например, недоверие к окружающим и неспособность чувствовать себя в безопасности могут быть признаками паранойи. Изображение мозга. Лобная доля. Двигательная зона коры. Сенсорная зона коры. Теменная доля. Затылочная доля. Височная доля. Ну, понятно. Посмотрим. Травма. Доктор, он еще любит это слово «травма». Этот мозг похож на черепаху. Посмотрим. А, ну все, повторяется. Так, какой у нас там? 8, 9, 4, 5. Так, 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. Да, бредки. Котик сказал, они помогут. Ну, берем. Правда, я не знаю, от чего они. Так, а это что? Маленькие пластыри на рамке. А зачем я их использую, не знаю. Ну, и что? Ну, если они помогут, таблетки, ну давай выпьем. А как выпить таблетку? Надеюсь, я зря это сделал, господи. Зайчик, ты спишь? Конечно, спит, да. Ну, это у меня реально паранойя таблеток. Ой, это моя голова. Верните мою голову, пожалуйста. Уходите прочь, странные существа. Понятно, ужас какой. Это была не я. Кто это сделал? Кровь. Найди его. Ужас какой. Какой он страшный парень стал. Путь к счастью. Почему ты так меня смотришь? Ты меня пугаешь. А ты олень сидит. Эй, о нет, ваша голова. Попробуй приставить ее обратно. Простите, я не могу вам помочь, мистер олень. Так, давай посмотрим, что там у бабушки случилось. Медсестры. Ой, бля. Здравствуйте, тетя медсестра. О, простите, тетя медсестра, это может пригодится. Нормально я так взял, да, посмотрел, взял эту. А, ну тут все так же в этом окне. Уходи, жуткое существо. Что ты такое? А, скажи мне. Нравится видеть меня грустный? Ну и дальше одно и то же. В принципе, все. А я могу в подвал спуститься зато. Нет, ни в коем случае. Вы не можете ей этого рассказать. Но она должна знать. Вы не можете скрывать ее от меня? Причина более чем очевидна, Грейс. Нет, это не так. Я хочу забрать ее домой сейчас же. Нельзя. Психическое состояние Фрэна еще нестабильное. Вы ее не понимаете. Она особенная девочка. Это я сейчас сочлюсь? У этого доктора нет души. Сегодня вечером я иду домой. О нет, не плачь, лисичка. Закрыто. Ну, мы сейчас попробуем открытие использовать. Не сработает. Тут нужен ключ. Куда делся клоун? А, кстати, реально клоун делся. Ты можешь видеть. А что, нельзя как мычку использовать? Почти, но тут еще отверстие. Нужно что-то другое. Если бы я побольше, выбил бы ее. Так, 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 так. Форма не та. Так, а как у нас от этого состояния-то избавиться? Ну, все, тут больше уже некуда смотреть, все. Тут мы уже были вниз, мы спускались. Иди осторожно. У вас кровь на губе, вы в порядке? Я же в порядке. Ничего, ну, конечно, о чем я думала? Так, а как же объединять их? Как говорится, попытка, ну, понятно. Я не могу. Вот это надо открыть. Деревянная шкатулка? Открытая. А, она открытая. Ну, раз она открытая, ладно. Так, выходим отсюда, идем. Вот сейчас я останусь в ступоре, что делать. И эти не уйдут. Это нужно чем-то открыть. А больше нету прохода, все. Кровать. Так, а если мы попробуем голову ему вставить? Зашить. Давай мы ему пластырь дадим. А, пластырь можно дать этому оленю. Пусть голову прикрепит. Ну вот, путь к счастью. Ты можешь видеть, а что видеть? А я могу на шкатулку вставить? О, ключ. Он точно к нему чему-то подойдет. Надо было нажать использовать. Да, достало. Внутри что-то есть. О, внутри еще такой хрючек, да? Прикольно. Там еще фотография изучить. Можешь какой. Ну, я пошла. Использовать. Подходит. Тут два отверстия. Нужно что-то другое. В смысле два отверстия? О, чудесно. Мой собственный особый ключ. Да, путь к счастью. Что это было? Папу не было рядом. Маме было плевать. Там ничего не видно. Лабиринт. Нам не разрешают там играть. Ого, туман сегодня такой густой. Вот бы в нем потеряться. Кот с выпущенными глазами. Ты мой любимый друг. Бип-бип. Бррр. Если хочешь меня обнять, попробуй догони. Брррр. Бип. Не можешь поймать? Значит, ты меня не нашла. Бип-бип. А что, его нельзя поймать? А давай мы его поймаем. Не сработает. Давай пластырь моего поймаем. О, это еще кто? Не хочу это трогать. Это же клоун с картины. Почему ты выглядишь, как тряпичная кукла? Даже самые чистые вещи здесь погибают. Аделаида Фьюджитс. Семь лет. Пациент стал жертвой сексуального насилия со стороны неизвестного лица и чуть не умерла. Происшествие породило галлюцинации и расстройство мышления. Крошечные, крошечные ладони повсюду. Пожираю твою душу. Что ж какой-то. Сиди, сиди на стуле и не вставай с него. Что? Станет попа плоской, как твое лицо. Здесь я, наверное, что-то тоже должен сделать, но у меня нет ничего. Ну, в принципе, давай в другую дверь пойдем теперь. Туалет. Король любит рисунки. Тут кто-то что-то написал. Интересно. Не нравится мне это. Такие рисунки. Ну, на тебе рисунок. Король любит рисунки. И все, больше ничего нельзя здесь делать, да? Что? Этого раньше тут не было. Рисунки любишь? А может, и дом-король? У меня хватит ума найти другое решение, наверное. А у меня больше ничего нет. У меня только пластырь, фотографию, крючок. Но крючком можно его поймать, в принципе. Его ж поймать надо. Ну ладно. Друзья, это тоже можно было бы открыть тумбочку. Почему она не хочет открывать? А тут больше ничего нету. А, кстати, можно объединить? Нет, нельзя. Моя семья, я так понимаю, скучаю. Я найду к котику и пойду к тебе, тетя Грейс. Я знаю, тетя Грейс, позаботиться обо мне. Я мистери Полночь. Были бы живы мои родители. Ох, моя любимая семья. У Груна сохраню это фото. Так, надо еще куда-то что-то вставить. По-любому. Вот ей, может быть, что-то дать? Давай пластырь дадим. Нет, не нужны ей пластырь. Крючок. Фотография. А если я еще таблетку выпью? Нельзя. О, а чего же я не додумался до этого? Можно было вернуться в обычное состояние. Привет. Привет. Ты их видишь? Видишь, да? Что? Вижу кого? Существ, которые за всеми ходят. Тени? Ты про тени? Ага. Я их не вижу, но я знаю, что они здесь. Ты знаешь, кто они? Да, наверное. Расскажи, пожалуйста. Хочешь порисовать? Я люблю рисовать. Да, я тоже люблю. Но расскажи мне лучше про тени. Карандаш, карандаш. Мне нужно найти карандаш. Я постоянно рисую. А что ты рисуешь? Ой, что? Что такое? Мои сны. А теперь иди. Карандаш я надо взять. Это мое, мои карандаши. Ну, дай мне один. Мне очень нравится зеленый карандаш. Можно взять? Нет. Тогда я не смогу рисовать зеленым цветом. Бред. Ну, у тебя же много. Ой, точно. У тебя много других цветов. Да, цветов много. Но знаешь, они не любят, когда я рисую. Кто? Медсестры. Они связывают меня. И когда я хочу рисовать, я не могу. Да, меня тоже иногда связывают. Это больно. Когда я не могу рисовать, я делаю себе больно. И появляется красное молоко. Смотри. Хуя себе. Красное молоко. Вылечи меня, пожалуйста. Вылечишь? И останови красное молоко. Я что-нибудь придумаю. Хуя себе. Это что, медсестры так связывают? Крубаный ворот. Какие медсестры дикие. Вот я и пластырь залепил. Ай, спасибо. Можешь забрать карандаш. Теперь уходи. Мне надо рисовать. Спасибо. Мой любимый зеленый карандаш. Эта кровать такая розовая. О, один из тех немых клоунов. О, настоящие цветы. Как сладко пахнут. О, посмотрим. Ну, смотри-ка, я могу нарисовать здесь. В туалете никого. Не думал, что кто-то может увидеть, как я каю. Как я. Фу. Вообще, в принципе, над психушкой может здесь так можно. Не знаю. Как я. Бля. А, вот ты где. Как ты вышла из палаты. Дверь же была закрыта. Но вы ее сами открыть оставили. Я уверена, что она была закрыта. Я ее сама закрывала. Точно? Точно? Вы же сами мне велели пойти поесть. Разве? Ну, ладно. Тогда иди. Развери бабку. Здесь она закрыта. Эти ворота заперты крепко-накрепко. О, это сторож, да? Эй, убери руки от двери в кабинет. Нахуя себе ты дикий. Сэр, вон тот ключ. Можете его дать? Конечно. Я тебе ключ, а ты мне поцелуй. Нахуя себе. Ты представляешь, что тут уже расстреление малолетних идет. Ну, блядь, я... А вы мне ключи дадите? Поцелуй? Вы серьезно? И вы потом мне ключи дадите? Конечно. Если посидишь у меня на коленках. Эх, блядь. А можно пожаловаться на него куда-нибудь в органы? Он то, не знаю. Чего он вообще здесь работает? В смысле смерть от ананаса? А можно ничего не говорить? Можно просто тупо уйти? Я вас убью? Ну, я кричать ему, я вас убью, это нельзя? А что за смерть? Я просто попробую нажать. Смерть от ананаса. Вот гад. Чтобы у тебя на ананаса задница вырос, и ты сдох. Дай хоть зеркало посмотреть. На доске пусто. Никаких рисунков. Сейчас будут рисунки. Я вам ее нарисую. Иногда нельзя. Может, ему дать что-нибудь? Крючих в жопу. Клиника Освальда. Главврач детской психиатрии. Доктор Массель Дирн. Пациенты. Фильм. А, у нас только три пациента. Джейсон Кок. А. А где мое? Вот Фрэн Боу. А, посещение. Значит, к ним пришли, а к нам вот не приходят. А это кто? Привет. Ты в порядке? Что это значит? Просто хотел узнать, как ты себя чувствуешь. Не скажу. Доктор тебе череп вскроет, если не уйдешь отсюда. Он любит есть мозги. Мое он уже съел вместе со всеми мыслями. Он съел твои мозги? Он и твои съест. Я видел тебя у доктора в кабинете. Мертвую. О, нет. Тогда не пора. Надеюсь, ты найдешь новые мысли. Пока. Глянь, ты кто такой? Это что, детская комната? Спокойной ночи, игрушки. Мистер Слон, вы такой розовый, мягкий. Что это он выбросил? Не трогай, няк Тюмариос. Волны. Они не работают. Девчонка спит. Игрушки взять нельзя. А, надо сначала... Почему не работают, да? А, понятно. Ну, почему не работают? А волны должны быть сильными. Переключи канал, пожалуйста. Да, я возьму. Нельзя, да? Все равно не работают. Бумаговизор не показывает. Переключай дальше. Ну, вот тебе новости. Теряй волны. Переключи канал. Чего? Ну, знаете, волны. Все равно не работает. А вот так. Чего он хочет, я пойму. Работает, работает. Это чудо. Спасибо. Бумаговизор показывает. Ну, отлично. Можем посмотреть. Нет, это мое. Если хочешь, бери бумагу, которая не работает. Спасибо, но ты же сказал, это меня убьет. Не говорила такого, врушка. Я занят. Проверяю. Бумаговизор. Ладно, возьму бумагу. Ну, теперь я могу писать и рисовать, когда скучаю. Давай нарисуем. Объединить. Что, нельзя? Давай игрушки возьмем. Мужчины. Не могу кто-нибудь из вас не помочь отыскать котика. Бумажный кораблик. Унеси мне на море. Не поможете мне сбежать? Изабель? Она не проснется. Ну, тут опять клоуны. Клоуны на стенах в сумасшедшем доме. Так, ну, у него мы взяли вроде все, да? Уходить тут опасно. Идет проверка бумаговизора. Ну, ладно. Смотри, а врачи пришли. Врачам, точнее. Что у нас тут? Шоколад. Ммм, вкусно. Диван, чтобы на нем сидеть. Не могу сесть, диван занят. По-моему, она реально не в своем уме. Мистер Полноч, ты тут? Мне не нравится эта картина. Как будто мистер Освальд на меня смотрит. Мама любила рисовать розы. Странный сигнал. Эти напольные часы такие большие, шикарные. Здравствуйте. О, здравствуй, Фрэн. Как себя чувствуешь сегодня? Я в порядке. Я рада, что ты в порядке. Теперь иди. Хорошо. Очень хорошо, Фрэн. А теперь иди поиграй с друзьями. А поесть? Интересно, эти макароны сегодняшние? Судя по всему, нет. О, печенку взял. Представляю, как это лучше с корицей тает у меня во рту. Немного лимонада. А ты кто? Привет, ты новенький? Я тебя раньше не видела. Нет. Ты с нижнего этажа? Ага. Они думают, мне уже лучше. Как ты зовут? Можешь меня убить. Пожалуйста. Конечно. Бах-бах, ты умер. Спасибо. Я не могу говорить. Я умер. Дай поговорю. Спасибо. Не, я не могу говорить. Я умер. Ну, блин. На. Не даст печенку ему? Фрэн, что опять? Можно доложить ваш журнал? Можно доложить ваш журнал? Нет. Все жадные какие-то. Ну, идем обратно. Так, на, покушай. Я же сказал, ключ за поцелуй. Так? Так как? Слушай, девчонка, если ты так и будешь туда ходить, я за себя не отвечаю. Один сумасшедший, другой еще хуже. Так, ну мы вернулись обратно, а тут ни хрена нет уже, да? Ты еще не нашла код доктора? Он в кабинете. На тебе, листочек порисуй. Кто-то, по-моему, рисовать у нас хотел? Нет? Да, проверим. А, давай мы ей листочек дадим, да? А что, нельзя ей листочек дать? Ну что, время принимать лекарства. Давай попробуем. Так, на. Не хочет. А я не могу, да? Ничего здесь нарисовать. Подожди, мне надо закрыть. Выйти вот сюда. Ну, здесь уже принят лекарства. Здравствуйте, мисс. О, у этих часов странный звук. Они мне как будто прямо в ухо шепчут. Фу, хрустящая свиная голова. Можно подавать к столу. О, мистер свин голый. Доберись до ключа. Липкие кровавленные части. Фу. Не хочу ее трогать. А можно этим потрогать? Не, нельзя. Вот здесь, да? Не, не здесь было. Здесь была девочка. Мишка. Мишка, что ты тут делаешь? Собираешься на встречу с другим мишкой? Я посмеюсь над тобой. О, нет, они все сделали не так. Они тебе голову раскроили. Пожалуйста, вытащи меня отсюда. Вытащи меня отсюда. Просыпайся, Изабель. Тебя трогает черная тень. Она говорит, ты скоро умрешь. Ты боишься смерти? Надеюсь, что нет. Нравится, не нравится, все равно или поздно умрешь. Рано или поздно. Телевизор-то не работает. Взгляни на меня. Я говорю, ты красивая. Кормлю тебя травой. Ты оделся клоун? Вскрой свою боль. Кажется, он сбежал с картины. Так, а тут столовая была, да? О, нет, медсестра умерла. Мама любимая, это все то же самое. Они тебя прячут, потому что любят. Ну, и что мне сделать теперь? А вот сюда я не ходил, кстати. Пожалуйста, если слышишь меня, скажи. Этот человек снялся всю одежду. Он живой. Ну, куда мы перестанем принимать? Оп. Не трогай мой меч. Я не знал, что он твой. Поклонись и говори четко, я твой король. Ну-ка. Ой, склоняю перед вами голову, сэр. Хорошо, дитя мое, зачем пожаловала? Мне нужна твоя трость. Какая еще трость? Ты про мой меч? Да, ваше величество, ваш меч. А что я получу взамен? Все, что пожелаете, ваше величество. Принеси мне замок и коня. Замок, наверное, коня. Тогда отдам тебе свой меч. Красик. Замок и коня. Это из игрушек надо забрать, да? Где мой замок и конь? Я еще поищу. Что он тут ест вообще? Не хочу, я не голодна. Птичка, птичка, ты мне нравишься. А это что такое? Если Энни любит лакать молоко, как котик. Жаль, она не мой котик. Пожалуй, придется подождать до завтра. Замок и коня. Ой, а ты кто? Привет, Энни, как дела? Ты меня не боишься? Нет, чего мне тебя бояться? Потому что я умею делать волшебные трюки и могу тебя усыпить. Волшебные трюки? А я и не знала. Покажи. Показать? Ну, это очень страшно. Лучше ты сама. Не могу, я же не волшебница. Я могу дать тебе волшебную штуку. Правда? Ого! Да, волшебную штуку, от которой все засыпают. Ого, это удивительно, мощно и грандиозно. Вот, это подарок. Бери, немедленно. Хе-хе-хе, педюльку дала мне. Ну, я взял. Ладно, как это работает? Понятия не имею. Зато я знаю, как это работает. Мы совмещаем с этим. О, теперь толщебный торт, сонный. Догадывайся, кому охраннику отдать. На, кушай. В смысле? Да, ему пожрет. Так, нам нужен замок и конь. Замок и конь. Вот конь. О, мистер Деревянный конь, как у вас дела? А как его забрать? Ну, вот замок. Жалко, что я не могу взять ее. Не, ну, тут все, в принципе. Мы здесь все уже сделали. Сюда возвращаться нет смысла. А где мне взять замок и конь, реально? Ну, тоже все сделано. Странно. Что-то я уже забывать начинаю. А ну-ка, что еще можете сделать? С ней нельзя поговорить. Она тебе просто охотит. Туда мы не войдем. Нам нужно избавиться от этого страны. Значит, ходит за мной постоянно. Ой, розовый пояс теперь мой. Ну, и что он изучить? Пояс от халаты. Можно что-нибудь связать. Я даже знаю, что. Ха-ха. Теперь можно веревкой перевязать крючок к чему-нибудь. Вот к этому. Ха-ха, нет, нельзя. Теперь можно что-то ловить и притягивать к себе. Ну-ка. Нельзя, да? Там, по-моему, мы тоже все сделали. Мы же не можем здесь у нее что-то раз так и вытащить. Здесь вроде тоже все сделано. Да, здесь все. Есть, конечно, коня только забрать так силой, привязать. Ну, нет. Это так не работает. А если я не буду, я, может, кину трость и так возьму ее. Нельзя? Где мой замок и конь? Ну, я не знаю, где их искать. Иногда закрытая дверь дает больше, чем открытая. Ну, и как мне ее открыть? Так, ну, вроде я уже... Ну, она ничего мне не даст. Фрэнк, что опять? Займись своими делами, я занята. Странно, что я... Так, при этом порядке, что это значит? Просто хотел узнать, как ты себя чувствовал и мечтали. Доктор тебе в голову, он любит есть мозги. Что мы можем ей дать? Давай попробуем-то съесть таблетку и поймать. Так, ну, здесь-то вроде все уже. Так, ну, здесь тоже ничего вроде сделать нельзя. Это тоже закрыта дверь. А я уже не знаю, что дальше делать. Надо додуматься, куда это связано, хренит, внести. Ну, свой вот крючок связанный. А вот что это такое. Часы в крови. Как будто время сломалось и остановилось. Вот, давай его свяжем. Можно? Не получится. Я не могу. Я и нарисовать ничего, главное, здесь не могу. Я бы нарисовал бы. Я ничего нарисовать не могу. Ну, смотри, вот ее тоже не могу взять. Хотя он просил коня. Здесь все открыто. Я все, что можно, открыл. Нет, туда в туалет не надо идти. Дверь закрыта. Думаю, ее реально не откроем. Интересно, для чего эти мигающие огоньки? А если мы туда перекидем? У меня не хватит ума найти другой лес. Ну, да. Почему он не ест эту хрень сладкую? Ну, куда с ним поговорим? Вот бы мне руки подлиннее. У тебя есть крюк. Вот здесь тоже все. Здесь мы взяли. Может, мы медсестре дадим? Она не хочет. А может, мы сами сидим? Трось он мне тоже не даст. Почему-то еще нужен рисунок. Зеленый. О, нарисуй что-нибудь особенное для короля. Ладно, да. Это же детская игра. Какая красота. Именно то, что я хотел. Можешь забрать меч. Он твой. Спасибо. Опа. Теперь куда угодно достану. Назову тебя Палка-Хваталка. Ну, идем теперь доставать ключик. Эй, отдай. Тебе этот ключ нельзя. И? Ну, вот. Нельзя брать чужие вещи. Верните ее мне. Заткнись. Не ты правила устанавливаешь, а я. Теперь твоя игрушка побудет у меня. Мерзавец. Я ее верну, верну. Делай, что хочешь. Я с этого стула не сдвинусь. Мне не нужны проблемы, так что я вам тортик принесла. Я из твоих рук ничего брать не собираюсь. Пожалуйста, возьмите. Может, от сдобы подобреете. Не хочу я добреть ни от такой сдобы. Уходи. Не хотите, значит? Нет. Теперь уходи. Хуя себе. Он реально не хочет. Без моих рук брать не хочет. Нет. Теперь уходи. Приемная. Тут всегда сидит медсестра. Не, ну теперь я точно не знаю, что делать. Он забрал мою палку-хваталку. А может, она захочет не взять? Да не, она тоже самое говорит. Как ты себя чувствуешь? Тротает. Доктор твои мозги сожрет. Пока. А давайте положим обратно. Я предупредил о Марселе о доставке, но он еще не смотрел. Но он скоро это исправит. Глазис, можешь делать мне одолжение? Конечно, все что угодно. Только не просите принести кофе охраннику. Почему нет? Я не могу, потому что я следил за детьми. У меня свои дела. Извините. Все-таки мы подложим обратно. Не-а. Давай я отнесу. Френд, что опять? Дай журнал свой. Нет. Подожди, мне нужно его подложить куда-то. Кофе охраннику. Ну вот кофе стоит. Короче, нужно, чтобы охранник это из моих рук не стал есть. Но намек уже ясен. Не сработает. А почему не сработает? О! О, нет. Простите меня, пальчики. Кофе такой горячий. И мы несем кофе охраннику. Вот ваш горячий-горячий кофе, сэр. Ха-ха. Гляди, что ты наделала, чокнутая сиротка. Ты это нарочно. Придется идти переодеваться. А, сжется зараза. Никуда не уходи, засранка маленькая. Ага. Быстренько хватаем палку. Использовать. Достаем ключ. Есть. Теперь я могу открыть кабинет. Кабинет. Кабинет доктора. Ладно, ребят. Давайте кабинет доктора мы следуем уже в следующий раз. На этом, я думаю, все. С вами был Славка. Канал Дэда Слава. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И подписывайтесь на мою страничку Boosty, которая у меня там есть. Там есть платные подписочки, кто хочет на развитие канала немножко пожертвовать. А на этом все. До скорого в следующих видосиках. И пока. А дальше будет еще интереснее. Слава Богу.